Сегодня я хотел бы продолжить исследование книги Фридриха Вильгельма Ницше «Генеалогия и морали. Полемическое сочинение». И, собственно, перейти ко второй его части, озаглавленной «Нечистая совесть», «Вина» и тому подобное. Уже из этого названия становится видно, что Ницше хотел разделить эту книгу на некоторые главы, в том смысле, что они имеют совершенно разное и даже не связанное, как бы не связанное между собой наполнение. Потому что если мы посмотрим на первую часть, посвященную морали рабов и морали господ, она выглядит настолько логично для мифа или настолько слаженно для мифа, как это вообще возможно. Там вроде абсолютно понятная и ясная структура. Во второй части структура совершенно иная. Дело в том, что Ницше не идет последовательно, не объясняет нам появление вины, нечистой совести, долга, активной нечистой совести, последовательно. Напротив, он скачет не только с понятия на понятие, но еще и скачет по времени. То есть он начинает с современности, затем переходит в глубокое прошлое, а затем смотрит в самом конце в недалекое или далекое будущее. Не говоря уже о том, что первое и второе эссе не очень сочетаются, не очень понятно, как рассуждение о морали рабов и морали господ может накладываться на те феномены, которые Ницше обсуждает во втором эссе. Вследствие этих трудностей я попробую сделать так, чтобы вот эта вот вся запутанность не предстала перед вами во всей ее красе, не предстала перед вами во всей ее сложности и многообразии, а напротив приобрела какой-то стройный вид. То есть я попытаюсь, естественно упрощая, естественно срезая углы, а как еще в таком коротком формате это возможно, представить вам второе эссе и его содержание наиболее структурированным образом. И естественно, если я попытаюсь это сделать, то мы должны начать не сначала, вернее не с того, с чего начинает Ницше, а с логического, в кавычках абсолютно логического начала. И первое, о чем мы должны будем поговорить, это изначальное состояние человека, human condition такой, или даже изначальное состояние человечества, потому что изначальное состояние человечества полностью отражает изначальное состояние человека. Это, конечно же, снова миф. Не воспринимайте его серьезно, он призван объяснить некоторые вещи, которые гораздо проще объяснить именно с помощью такого специфического рассуждения, специфичность которого позднее покажется вам не такой страшной или не такой серьезной, как, быть может, изначально. Итак, в изначальном состоянии человечество походит на тех самых платоновских пастухов или, если хотите, на гопсовское положение человека в естественном состоянии. То есть это небольшие группы людей, каждая из которых контролирует свою собственную небольшую территорию и каждая из которых старается не допускать на свою территорию каких бы то ни было чужаков. Ну понятно почему. Наша группа очень маленькая и она очень-очень хрупкая. Появление любого нового человека может разрушить ее. Вы можете представить себе, я не знаю, ваш любимый сериал по зомби-апокалипсису, возьмите любой, для того, чтобы визуализировать этот образ. И так как любой чужак угрожает нашей ситуации, первое, что мы делаем, это пытаемся защитить свою территорию, не допуская на нее вообще никаких людей. Или отгоняя их, или убивая их. И тут Ницше впервые начинает говорить о базовом состоянии не человечества, но человека. Он обсуждает два феномена. Феномен первый – это жестокость, желание причинить страдания. Человек всегда хочет причинить страдания другому. Это базовая его потребность, без которой он не может существовать. Эта жестокость в случае нашей группы выражается в том, что мы, собственно, отгоняем или убиваем чужаков. То же касается и самой нашей группы. Так как группа очень маленькая и очень хрупкая, понятное дело, что мы хотим, чтобы она не распалась. И, соответственно, любая угроза этой группе, будь то угроза извне или угроза изнутри, рассматривается крайне серьезно. И мы крайне серьезно наказываем всех тех, кто отклоняется от нашего группового мышления или от нашего, если вы хотите более броский термин, образа жизни. Второй феномен, который Ницше обсуждает – это феномен обмена. Дело в том, говорит Ницше, что человек с самого начала, точно так же, как он имеет свойство жестокости и желания причинения страданий другим, имеет еще одно свойство – способность оценивать. Способность придавать вещам ценность. Уметь сравнивать вещи, уметь отличать вещи. И эта способность, естественно, ведет человека к первому взаимодействию с другими людьми. И это взаимодействие, конечно же, обмен. Естественно, обмен возможен только в том случае, если это равноценный обмен. А равноценный обмен возможен только в том случае, если мы с вами способны оценивать вещи и, соответственно, подводить их ценность под какой-то ясный и понятный критерий. Собственно, это первоначальное отношение между людьми, отношение обмена, скажем, между группами или внутри группы, также должно сопровождаться и сопровождается появлением новой штуки. Эта новая штука называется «долг». Первоначально долг – это именно физический долг одного человека перед другим человеком. Мы об этом с вами уже говорили. Ницше часто показывает, как сугубо физические понятия переходят в метафизические понятия. Если хотите, можете вернуться к первому обсуждению и посмотреть, как это происходит в случае морали рабов и морали господ. Так вот, первоначально долг – это просто долг одного человека перед другим. Как появляется долг, естественно, спрашиваем мы себя, если мы видим первоначальных этаких охотников-собирателей или горцев, которые просто обмениваются друг с другом живым товаром, то есть совершают бартерный обмен, вместо того, чтобы обменивать что-то на деньги, потому что никаких денег, наверное, нет. Дело вот в чем. Собственно, обменять что-то на что-то не всегда оказывается возможным непосредственно в момент обмена. И таким образом, принимающая сторона, говорит Ницше, то есть должник, должен запомнить, что он кому-то что-то должен. Потому что у первоначальных людей нет памяти. Первоначальные люди существуют в инстинкте забывчивости. Это очень важный для Ницше инстинкт, потому что, как вы помните, долгая память не появляется сразу. Долгая память образуется постепенно. И Ницше здесь и сейчас расскажет нам, как именно это происходит. Но мы должны знать, что, естественно, как и всякое животное, человек быстро забывает вещи. Ницше говорит, это нужно, обязательно нужно для того, чтобы не провалиться в прошлое. Я напомню вам, что и сословие жрецов, и в целом феномен рессентимента, то есть мести, обязательно связан с долгой памятью. Так вот, первоначально у людей никакой долгой памяти нет. Потому что иметь память означает иметь способность жить в прошлом. И если бы мы не могли забывать, если бы мы не обладали постоянной подталкивающей нас вперед способностью забывать, мы бы просто провалились в прошлое и навсегда жили бы прошлым. У нас не было бы возможности принимать в себя новый опыт и заново видеть мир, заново с ним взаимодействовать. Собственно, как эта способность появилась? Эта способность появилась именно благодаря долгу. Для того, чтобы запомнить что-то, говорит Ницше, люди придумали суперштуку. Они придумали боль. Вернее, они придумали способ мнематических, давайте я воспользуюсь ницшанским термином, упражнений, которые заключаются в том, чтобы связать непосредственную боль и некое событие. Ну, например, семья сидит за столом, ребенок в очередной раз начинает поясничать, ссориться или просто кладет локти на стол. И тогда отец дает ему подзатыльник. Он делает это не потому, что он ненавидит своего сына, и не потому, что он вдруг почувствовал желание ударить какое-нибудь слабое существо. Ему под руку подвернулся ребенок, потому что зачем же люди еще заводят детей, кроме как не для того, чтобы бить слабых. Так вот, нет. Он делает это, чтобы боль от удара связалась у ребенка с последующим заявлением или предыдущим заявлением о том, что то, что он делает, неприемлемо. Понятное дело, говорит Ницше, Естественно, никто не бил должника, ни взаимодавец, то есть кредитор, ни кто-то другой. Однако, взаимодавец или кредитор понимал, что в случае собственного одолжения, которое он делает во время обмена кредитуемому или должнику, этот должник может не вернуть то, что он занял, или эквивалент того, что он занял. Такая ситуация действительно возможна. И тогда вставал вопрос, а что может отдать должник? Естественно, говорит Ницше, должник может отдать то, что у него всегда есть. Это его семья, то есть его жена и дети. То есть, грубо говоря, можно было бы продать детей в рабство, что довольно часто делали в древних обществах, и заработанные деньги, собственно, вернуть кредитору. Его жена, которую тоже можно было каким-то образом превратить в денежный обмен. Или его собственное тело. И тут мы возвращаемся к феномену жестокости, который заключается в том, что люди хотят причинять страдания другим. Таким образом, в финале кредитор отдает должнику, собственно, какую-то ценность в обмен, в конце концов, естественно, в самом конце концов, на самом дне, в обмен на возможность в случае невозвращения долга причинить ему страдания. Причем речь, конечно же, я снова напоминаю вам о том, что сначала физика, потом метафизика. Это и есть история для Ницше. Конечно же, речь идет о буквальном причинении физической боли. Будь то сдирание кожи, отрубание конечностей, колесование, четвертование, варенье в масле или вине. И так далее, и так далее, и так далее. Таким образом, говорит Ницше, вместе с болью появляется понятие «долга». И это пока только физическое понятие. Но оно очень быстро становится метафизическим. Почему? Потому что если я должен кому-то денег, или любой другой ценности, и я понимаю, что я не могу их вернуть, в финале этого обмена, я знаю, находится мое тело. Помните, как у Шекспира, фунт плоти. И именно это осознание, осознание грядущей боли начинает в моей голове связываться с понятием «долга» напрямую. Чисто физический долг – товар в обмен на боль, превращается в метафизический долг – товар ожидания боли и боль. Причем это ожидание боли даже не всегда может воплощаться в боль. В последний момент я могу найти, скажем, необходимые средства для того, чтобы расплатиться, но ожидание боли никуда не девается. Конечно, говорит Ницше, мы рассмотрели подобные отношения обмена и долга у индивида. А как быть с коллективом? С коллективом все довольно просто. Когда я оказываюсь в коллективе, в нашем первобытном племени, я оказываюсь под защитой. Племя или коллектив обеспечивает мне безопасность, возможность спокойной жизни. И, естественно, в нашей ситуации это тоже отношение обмена. Коллектив индивиду дает безопасность, а индивид в ответ дает коллективу конформизм. Индивид соглашается следовать правилам, принятым в коллективе. Индивид соглашается следовать традициям и законам. Этот долг, который надо платить на протяжении всей жизни, естественно, говорит Ницше, всегда находились те, кто нарушал этот долг. То есть не только внешние, но и внутренние преступники. Естественно, эти преступники первоначально никакой вины, а я напоминаю, мы сейчас говорим о совести, нечистой совести, долге и вине, никакой вины не испытывали. Когда их ловили, они расстраивались, что их ловят. Помните, первоначальные люди животные, естественно, вина не в их природе. Так вот, они только расстраивались, что их ловят и думали о том, что если их отпустят, то они, естественно, попробуют еще раз и на этот раз прямо по-ксенофонтовски сделают так, чтобы их не поймали. Однако, если их поймали, то наказание заключалось в том, чтобы, естественно, применить ту самую желаемую жестокость и сделать эту жестокость коллективной. То есть дать каждому насладиться зрелищем страданий и изначально поучаствовать в причинении этих самых страданий. Ну, например, побивание камнями какого-нибудь очередного иудея, который работал в субботу. Этим занимаются не стражники, не условная полиция или власть общины. Этим занимается каждый член общины. Чуть-чуть позднее мы, конечно, уже переходим к тому, чтобы не непосредственно участвовать в наказании, а только наблюдать за тем, как происходит наказание. Ну, скажем, в римском обществе мы смотрим на то, как христиан на арене растерзают тигры или их убивают гладиаторы. Или мы смотрим на то, как палач пытает, а затем публично казнит какого-нибудь проворовавшегося чиновника или неудавшегося воришку. Таково, говорит Ницше, базовое состояние связи долга и вины. Однако затем происходит некое превращение. Каким образом это происходит в нашем прекрасном мифе? Ницше говорит, представьте себе ситуацию, когда вот эти племена, живущие на небольших территориях, серьезно ограждающие, следящие за тем, чтобы в них не попадали чужаки, и вдруг оказываются сметены гигантской силой, силой захватчиков, создающих империю. Эта империя откусывает гигантские куски территории, которые невозможно контролировать, если они мало населены очень маленькими и небольшими племенами, каких-нибудь горцев или пастухов. Естественно, захватчики заинтересованы в централизации власти для централизации управления. Естественно, захватчики делают так, что сбивают всех этих людей из их обычной среды в среду протоурбанизации, давайте назовем это так, в среду многоколлективной жизни. И в этой ситуации, говорит Нинча, вдруг все оказывается совершенно другим, вдруг все меняется. С чего мы начинаем? Мы начинаем с того, что появление государства автоматически отбирают у членов общины, у членов нашего племени, возможность наказывать провинившихся должников самостоятельно. Этого больше нет. Теперь, говорит Нинча, мы можем только смотреть на то, как наказывают других. А еще дальше в перспективе мы можем только думать о том, как наказывают других. Иными словами, мы уже не видим, что происходит в тюрьмах. Мы только знаем, что наш противник, наш должник, который не заплатил нам долгов, уже не платит нам своим страданиям. Мы только знаем, что государство каким-то образом причиняет ему страдания, которые мы даже не видим. Давайте я забегу вперед и скажу, что ультимативно эта логика разворачивается в христианскую логику супергосподина, который наказывает наших должников уже после нашей смерти. Иными словами, ситуация движется следующим образом. Долг и вина приводят к непосредственному наказанию одного человека другим. Затем долг и вина приводят к наказанию коллективом. Затем оно приводит к рассмотрению коллективом наказания. Мы все еще получаем наслаждение. Я напоминаю вам о чужих страданиях, поэтому даже смотреть на чужие страдания очень-очень приятно. Затем мы переходим к всего лишь осознанию того, что должнику будут или причиняются какие-то страдания вне нашего наблюдения. И, наконец, когда появляется Бог, забегая вперед, повторюсь, когда появляется Бог, мы, наконец, уже даже не видим и не знаем, что при нашей жизни эти наказания будут применены, что он будет страдать. Мы уже уверены, что это произойдет на другом уровне существования. То есть на страшном суде, а затем в аду. Государство отбирает у людей возможность наказывать провинившихся, говорит Ницше. И тем самым оно делает людей нейтральными, делает их более спокойными, делает их отрешенными от самого акта наказания, от самого акта насилия. И во многом забирает у них, собственно, удовольствие. Тем самым Ницше подталкивает нас к мысли о том, что вообще пытается сделать это государство, и что вообще пыталась сделать община изначально. Они имеют одну и ту же задачу, говорит Ницше. Они должны заставить диких людей каким-то образом жить вместе. Вот этот зверь-человек, как мы говорили в первой беседе, вот этот зверь-человек, он должен быть адомашнен, он должен быть успокоен, он должен быть сделан безопасным для того, чтобы он наконец-то смог жить в каком-то коллективе. И в этом смысле, когда государство забирает у отдельного человека возможность применять насилие к виновным, к своим должникам, оно тем самым делает его гораздо более безопасным. Ну, представьте себе ситуацию, какие-то дикие люди ходят с ножами по улицам и, значит, режут друг друга, пытаются отрезать друг у друга фунт плоти за какие-то долги, будь то долги настоящие или выдуманные. Это неприемлемая ситуация, которую государство исправляет. В то же самое время, говорит Ницше, вместе с усилением государства, вместе с превращением этой самой общины в гигантскую или огромную по сравнению с этой самой общиной империю, в гигантский коллектив, мы замечаем, что также идет и развитие представления о долге перед этим коллективом. Если раньше этот долг был очень понятный, безопасность в обмен на конформизм, в обмен на подчинение, в обмен на традиционность, то теперь мы видим, что для того, чтобы этот обмен стал возможен, мы должны все больше и больше углублять наш долг. Каким образом? Мы уже должны будем представить себе, что мы в долгу не перед коллективом, а перед создателем коллектива, перед праотцами, перед отцами-основателями, перед великими завоевателями, великими созидателями этого коллектива, которые, естественно, уже мертвы и которые сделали столько для того, чтобы создать этот супер коллектив, что мы, в принципе, никогда не сможем им за это отплатить. В конце концов, эта логика приводит нас к тому, что, с одной стороны, мы в долгу, естественно, не перед создателями самого коллектива, а перед создателем создателей коллектива. То есть мы в долгу перед предками, которые напрямую связаны с богами, слэш богом. Мы в долгу перед богом за то, что мы живем спокойно. И этот долг, оказывается, абсолютно невозможно выплатить. Сколько бы мы ни старались, сколько бы мы ни прилагали усилий, мы все равно оказываемся должны. И из этой долговой ямы нам никогда не выбраться. Я напоминаю вам, что долг теперь связан с представлением о вине, их соединяет смычка предполагаемой боли в случае невыполнения долга. То есть ощущение того, что ты получишь, в конце концов, боль, потому что ты не смог выплатить долг. Которое и есть само по себе некое новое состояние ментальной боли. Объяснив все это, Ницше, наконец, переходит к обсуждению нечистой совести. Вернее, он переходит к обсуждению активной нечистой совести. Попробую суммировать для вас коротко эту ситуацию. В первоначальной общине мы хотели причинять страдания и могли причинять страдания другому человеку, если это был, а, чужак, б, наш должник. Затем, при появлении государства, а, и это интересный момент, нарратив Ницше о появлении государства противостоит трем большим нарративам политической мысли. Помните, Платон говорит, что государство появляется в результате необходимости, то есть в результате разделения труда. Аристотель говорит, что государство появляется естественным образом, в смысле вызовели семью, эта семья разрослась, вот уже у вас гигантский клан, кругом одни родственники, это целая деревня, а через минуту это уже большой город, то есть царство. И Гоббса, который говорит, что государство появилось путем соглашения людей, находившихся в естественном состоянии, то есть в состоянии постоянного страха за свою жизнь. Так вот Ницше говорит, нет, 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 государство появилось абсолютно не так. Государство появилось путем завоевания. И когда один коллектив завоевывает огромное количество других коллективов, поменьше и послабее, естественно, как мы уже говорили, государство отнимает у нас возможность самостоятельно причинять страдания другому или участвовать хотя бы в причинении этих страданий. Но желание причинять страдания никуда не девается. Ницше выражает эту мысль следующим образом. Если солдат не воюет против врагов, он начинает вести войну против самого себя. Когда мы оказываемся в ситуации полной безопасности и полной неспособности причинить другому какой-либо вред, а я напоминаю вам, в этом и есть идея совместной жизни, в этом и есть идея приручения человека, мы оборачиваем свою волю против нее самой. Иными словами, мы начинаем причинять страдания самим себе. Вот это причинение страданий и есть активная нечистая совесть. Она есть, говорит Ницше, результат чистого одомашнивания. Чтобы сделать человека безопасным, его надо было лишить этого желания. Но лишить этого желания невозможно. Можно только полностью блокировать его внешние проявления, но тогда происходит внутренний поворот. Естественно, этот внутренний поворот оборачивается чем? Человек начинает, уже используя понятие долгой вины, а вы помните, что долг перед государством, коллективом и богом совершенно не может быть оплачен. Он разворачивает это желание на самого себя, и у него всегда находится повод снова и снова и снова причинять самому себе страдания, объявляя себя неполноценным, объявляя себя недостаточно хорошим, объявляя себя несоответствующим стандартам. При этом, как вы понимаете, каковы бы не были эти стандарты, и как бы сильно человек не хотел этим стандартам соответствовать, он никогда не может эти стандарты воплотить, потому что он никуда не может деть свое желание причинять страдания другим. То есть мы возвращаемся к ранее высказуемому тезису о том, что лучше верить в ничто, чем ни во что не верить, что человек не может переносить не страданий, он не может переносить бессмысленности страданий. Желание причинить другому страдания, при невозможности этого сделать, ведет к причинению страданий самому себе. Но невозможно терпеть страдания, причиняемые самому себе, если только не объяснить себе, почему ты себе начинаешь причинять страдания. Таким образом, для этого причинения страданий все время находится повод. Иными словами, мы возвращаемся к тезису о том, что как бы высоко морален человек не был, и даже наоборот, чем более высоко морален он, тем хуже. Как бы высоко морален человек не был, он все равно будет собой недоволен. Он все равно будет хотеть причинять себе страдания. Я произнес ключевое слово. Мораль. Так вот, ни о какой морали мы сейчас не говорим. Ни о христианской, ни о псевдо-христианской, ни о прото-христианской, ни о греческой, ни о какой вообще речь не идет. Речь идет о сукубопсихологическом феномене сейчас. Что же, говорит Ницше, мы дошли до современного состояния. Вот это желание причинять себе боль, это желание причинять себе страдания, оно заставляет человека все время искать, как к себе прикопаться. Оно заставляет зверя человека превратиться в интроспекта. Оно заставляет его исследовать самого себя, оценивать самого себя, и таким образом он становится глубже и злее. Помните о касте жрецов из первой части. Так вот, первоначально, говорит Ницше, это желание навредить себе превращалось в очень простую штуку. Люди отрезали себе языки, отрезали уши, пальцы, поджаривали себя, ударялись головой. То есть сначала речь шла о том, чтобы причинить страдания непосредственно телу. Но это все не идет ни в какое сравнение с тем, что идет после этого физического причинения себе страдания, а именно духовное причинение себе страдания. Конечно же, тут же нам помогает и Господь Бог, который, естественно, задает суперстандарт, которому мы никогда не можем соответствовать. Кажется, Ницше намекает, что Он для этого нами и создан, чтобы мы в принципе не могли никогда соответствовать предлагаемым Ему стандартам. Это удивительный феномен. Когда мы достигаем какого-то морального стандарта, мы все равно оказываемся не удовлетворены им, и мораль становится все более и более и более и более жестокой по отношению к людям. Ее требования становятся все более страшными. Я могу привести один очень простой пример. В начале Библии сказано «не убей», а в конце Библии Иисус уже требует, чтобы вы не просто не убивали, но чтобы вы даже не гневались на своего врага. Заметьте, насколько это более страшное требование, чем первое. Быть может потому, что первое уже стало слишком легко достичь. Что же, говорит Ницше, так мы приходим к современному состоянию человека. Этот современный человек получил супернаследство. Он получил долгую память. Он получил желание интроспекции. Он получил способность, смежанную вместе с долгой памятью, способность обещать. Способность обещать для Ницше – великая способность, потому что обещание – это в некоторой степени сила контроля над миром. Обещать что-то значит верить в собственную силу или располагать силой преодолеть вообще все из того царства хаоса, что с тобой может произойти за указанный отрезок времени, и выполнить обещание, несмотря ни на что. Это огромная сила, которую человек получил благодаря обмену долгу и внутренней жестокости. Наконец, Ницше рисует альтернативы. Естественная альтернатива номер один для Ницше – это греки. Ницше говорит, «Если мы посмотрим на греков, мы увидим, что они придумали своих богов не для того, чтобы ощущать перед ними невероятную вину за то, что они не могут быть, как эти самые боги, а для того, чтобы на этих же самых богов избрасывать вину за совершенные греками деяния». То есть они решили проблему нечистой совести, долга и вины путем создания богов, которые ими непосредственно управляют. Конечно же, Ницше отталкивается в первую очередь от Иллиады и Одиссеи, а именно от представления о том, что боги непосредственно руководят людьми в определенные моменты их жизни, когда те должны делать что-то особенно интересное. То есть греки, говорит Ницше, считают, что они ни в чем не виноваты, когда совершают страшные поступки. Это их, собственно, сами боги подтолкнули к такому походу. Вся вина лежит именно на богах. Второй вариант, говорит Ницше, вариант будущего, не вариант греков. Это попытка обратной той ситуации одомашнивания, которую мы имели до сих пор. Ситуация одомашнивания, говорит Ницше, дала гигантские плоды, мы их только что описали, но она же прямо сейчас угрожает человеку. Она прямо сейчас делает человека слабее, делает его хуже. Так вот, говорит Ницше, мы можем представить себе, что можно использовать механизм нечистой совести не для того, чтобы культивировать человека домашнего, а для того, чтобы культивировать какое-то другое существо. Иными словами, мы можем использовать нечистую совесть не для того, чтобы корить себя за то, что мы поддались или даже испытали некие антисоциальные импульсы, а для того, чтобы корить себя за социальные импульсы, за конформизм, за трусость, за желание следовать указаниям коллектива, за традициональность и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть Ницше не может без того, чтобы не обрисовать нам перспективу нового человека, человека ближайшего или далекого будущего, который открывается ему, собственно, именно сейчас. Впереди нас с вами ждет третий эссе, который, по идее, должно раскрыть происхождение аскетических идеалов, а также связать вместе все три части генеалогии и морали. Я постараюсь суммировать для вас третью часть в следующий раз, а на этом я заканчиваю. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова